Всем хай! Ребята, в этом видео я буду трейдить олд питомца, который очень хорошо ценится, а именно бета дракона. Я просто обожаю этого питомца, вы посмотрите какой он милый и красивый. И еще, ребята, бет у нас очень хорошо поднялся в валютах, он у нас сейчас 2.35 валюты. Это совсем немного выше шадла. Я его не так уж давно получила, затрейдила. Очень много я пыталась его затрейдить, и вот наконец-то у меня это получилось сделать, я очень рада. И вот мне хочется теперь лично посмотреть, что же могут предложить за этого бета дракона. Я вам постараюсь показать в этом видео только хорошее и ценное на него предложение. Кстати, ребята, сегодня я буду разыгрывать для вас флайрай Терекса. Условия этого конкурса очень легкие, они уже есть на экране, так что выполняйте и участвуйте. И еще вот победитель моего предыдущего розыгрыша на флайрай крылатого коня. Поздравляю, напиши свой ник в комментариях. И еще, ребята, ну там про мой телеграм-канал не забывайте, пожалуйста, заходите туда обязательно. Там вы сможете быть всегда со мной на связи. Также там еще у нас проходят различные конкурсы, розыгрыши. И я еще там сходочки устраиваю. И чтобы больше таких комментариев не было. В моем телеграм-канале я уже давным-давно спалила свою внешку. Ссылка на мой телеграм-канал будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Переходите. Давно мечтаешь о робоксах? Тогда заходи на сайт Rubai.dg. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоит 266 рублей. Rubai имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на Rubai вы сможете получить робоксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робоксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть робоксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робоксов после оплаты и круглосуточная работа с сайта. Все это на Rubai.dg. Ссылка на сайт будет в описании. Ребята, посмотрите, я только зашла на север донатерский. Здесь уже очень много бетов. Здесь есть бет, как у меня. И еще два неоновых. Вы вообще где их берете? Я тоже хочу себе неон бет. Это вообще моя мечта. Вон, раз бет обычный, два бет обычный. Три. Смотрите, каких много. Это что за сбор бета вообще? Посмотрите, ребят. В одном месте так много. Понятно. Но на самом деле это для нас минус, потому что будут рейды кидать им, а не мне. Вот так, ребята, первый трейд. Смотрите, у нас здесь мега пингвин золотой и неоновый ворон. Думаю, нет, ребята, нет, не хочу. Дальше у нас просто навал питомцев. Здесь у нас есть и мега питомцы, и неоновые легендарки. Этого всего здесь очень много. Даже я не могу сравнить по валютам. Но я, в принципе, не хочу меняться на такую солянку. Может даже так сказать, поэтому я отменю. Так, это у нас следующий трейд. И здесь меня пока что, ну, не особо меня устраивает. Потому что здесь у нас один фрост и такие добавки. Ну, легендарочки не тянет этот на бета. Это мало. Ребята, я сейчас не помню. По-моему, нам этот человек уже кидал трейд. И он нам давал почти то же самое. Тоже очень много омега и неоновых питомцев. Но я уже говорила, что на подобное меняться я не хочу. Я бы хотела увидеть, возможно, несколько каких-то олд ценных питомцев. Но не целую солянку в полный трейд. Фрост и добавки нет, мало. Так, ребята, в этом трейде нам дают попугая, сову, еще мега королеву пчел и таких добавок. Тут довольно-таки неплохие питомцы за счет того, что здесь есть сова и попугай. Но по валютам это не дотягивает. Да и она сама отменила вообще. Так, фрост, сова, неоновый цербирус, еще неоновая легендарка. Ребят, три неоновых легендарок и еще такие добавки. Я посмотрела по валютам и здесь не дотяг, поэтому я отменяю, потому что я ищу тут какие-то более-менее выгодные предложения. А тот нам не подходит. Ребята, нам дают жирафа без зелек. Не помню, как оценивается жираф. Ребята, я не могу посмотреть, как он оценивается, поэтому я отменю. Он там думал, но нет. Да, я лично не собираю питомцев без зелек. Я знаю, что за них могут давать намного больше. Но я пока что не хочу. Так, дальше нам дают Эвила. Эвила-то мало, очень мало. Добавка будет? Э, где добавка? Нет, какой один Эвил? Так я точно не поменяюсь. Так, полетели дальше трейды. А снова Эвил. Неоновая альбиноманки, еще альбиноманки, еще такие питомцы. Неоновые легендарочки у нас. Ого, очень много нам навалили. Опять же, это столянка вся эта, очень много пэтов разных. Но мне нравится здесь то, что есть неоновая черепаха. Тут такие питомцы достаточно олдовские, которые ценятся. Но я отменю, прости. А так, ну, прикольные пэты мне нравятся. А так, ребята, здесь у нас уже погнали такие мега питомцы. Такие прям много мега питомцев легендарных. Хомяк это тоже, его очень многие любят. Так, потом вот эта вот величественная пони тоже неплохо сейчас оценивается. Так, думаю, трейд не дотягивает до бета. Мега альбиноманки это мало, но здесь еще у нас есть добавки, поэтому они тоже как-то посчитаются в валютах. Но я добавки, если честно, не хочу считать, поэтому я отменю. Да, даже по добавкам вот на глаз, думаю, видно то, что вуз. Так, следом у нас еще трейд. Ну, давайте какие-то хорошие предложения. А где они? Ага, это у нас радужная игрушка. Даже если она олд, я не хочу давать за нее бета. Так, неоновый попугай, неоновая кенгуру и мега ворон. Ну, маловато, ребят, не дотягивает по валютам, так что я не хочу, нет. Так, это следующий трейд, и здесь нам дают жирафу вместе с такими неплохими добавками. Я посмотрела по валютам, и я хочу добавки, потому что здесь не хватает там немножечко. Если бы она еще добавила какую-то флайрайт легендарку, может быть. Ну, Райт Аксалотель. Возможно, и равноценный трейд по валютам, но я лично не хочу. Так что, вот, нет, спасибо, no thanks, все, я отменяю. Дальше у нас неоновый флайрайт Эвил и Динорог вместе с такими добавками. Здесь у нас есть две кенгурушки и фростфури из таких, дальше еще такие добавки. Здесь тоже не дотягивает, поэтому я отменяю трейд. А далее трейд неон флайрайт сова и мега питомцы. Смотрите, ребят, если вы хотите дать за бета-неоновую сову, то вы должны будете добавить еще перепаху и желательно еще какого-то питомца. А я сомневаюсь, что эти питомцы, которые у него в добавке с совой, могут дотягивать до черепахи с добавкой. Возможно, кому-то из бетов этот трейд и понравится, они поменяются с этой девочкой на сову, но лично мне не очень понравился, поэтому я отменяю. Он нам снова кидает трейд, может заменит нам каких-то питомцев, а он нам еще добавляет два. Блин, ну за такое действительно можно получить бета. Вот на глаз я вижу то, что да, потому что, ну вот, неоновая сова с черепахой и еще какой-то добавочка легендарная, это уже нормально, это гуд, многие говорят, поэтому здесь, думаю, даже неплохой трейд. Для кого-то, но не для меня, поэтому я отменила. Ребята, смотрите, здесь у нас флэрайджера, флэрдпугай, неонкицунэ и еще две легендарки. Вот если бы к этим трем первым питомцам была еще добавка какая-то неоновая легендарка, то был бы уже равноценный трейд, а так тут у нас не до тяг, поэтому я отменяю. Ну хотя бы один человек, тут так много людей на сервере, хотя бы кто-то может дать, чтобы было равноценно или хотя бы немножечко переплата. Они все хотят затрейдиться выгодно. Еще один трейд, и здесь у нас фрост месяцевой и двумя добавками. Ну тут тоже не до тяг, ребята, тут тоже не до тяг. Я отменила этот трейд, какая-то странная девочка была, она, международно, писала по типу, кто может в наше время позволить себе летучих мышей? Ничего не поняла, если честно. Так, неоновый жираф, это у нас вин, я согласна. Тут очень прям хороший вин у нас в валютах. Но не даст нам неонового жирафа. А, это оффер. А, понятно. Это оффер, нет, я так не хочу, поэтому no. Так, у нас трейд, и что-то тут, ну... Так, неоновый скиллер... Ну мало, в общем, мало-мало. Мало половин, мало-мало. Ну может хотя бы сейчас будет что-то хорошее. Так, Томстоун, дальше Ворон, еще тут две мега-легендарки. Я только что сравнила по валютам, с учетом того, что здесь у нас еще есть мега-добавочки. Это не прям плохой трейд, но все-таки я тут совсем немного в минусе. Ну не прям в большом. Я бы хотела посмотреть на трейд, где мне будет предлагать с неоновую сову вместе с какой-то хорошей добавкой. Ну точно не яйцо! Ну человек зашел на такой супер-донатерский сервер, где трейдят только крутых питомцев, и трейдят яйцо. Ну это вообще гениально, я считаю. Нам этот человек уже кидал трейд, и здесь он нам дает даже меньше. Поэтому нужна будет еще добавка. Здесь я еще больше у него в минус ухожу. Нет, 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 это не то. Я не знаю, что делает этот человек. Походу он хвастается, или ну что это такое вообще? А, оффер, понятно. Не, ну мог бы, конечно, мне там неон-жирафа дать за моего бета, я бы тут точно согласилась. Не, ну это был бы вообще мега-вин. Нам сейчас предлагают два фроста, это уже две валюты. Но наш бет-дракон стоит две валюты 35, поэтому должна быть еще какая-то добавка по двум фростам. Вот, иначе я уйду в минус. Здесь я уже заметила то, что это будет недостаточно. Это будет мало, поэтому нет. Тем более нам в конце добавили вообще неценных питомцев, поэтому не вижу смысла менять. Так, нам уже кидали этот трейд, походу добавили еще пару питомцев и убрали там яйца. Но я все равно не хочу так меняться, поэтому нет. Тут девочка в трейде пишет то, что ты любишь шадула дракона. Если любишь, я его дам тебе. Она мне шадула давать хочет. Давай мне шадула. Хорошо, я за. Тут, наверное, скам какой-то 100%, ребят. Ой, понятно. Ой, все-все-все, ясно-ясно. Что-то ей мама там, короче, сказала, то, что, ну, надо отдать. Что-что-что за бред? До свидания. Что это было только что вообще? Что они только не придумают? Она, кстати, вышла с сервера. Ребята, это такое удивление встретить фроста без зелек на сервере. Ну, для меня, потому что я редко вижу вообще без зелек, да. И, по идее, он ценится у нас дороже, чем обычный фрост. Ну, как говорят многие. Также он добавляет нам еще мега питомцев. Ну, рисковайте меняться на фроста без зелек я не хочу. Да и, в принципе, мне он как бы особо не нужен. Ну, ребят, не знаю. Мне кажется, здесь минусы, поэтому я отменю. Ну, ребят, все-таки за все время, сколько мы трейдимся, нам уже предлагали больше, поэтому так правильно. Здесь у нас предложение с неоновой совой вместе с такими добавками. Что могу сказать здесь? Две валюты с чем-то есть, но немножечко не дотягивает это бета, поэтому я здесь немного в минусе. Вот. Смотря что он добавит, но он убрал бета и поставил еще одного неонового скиллерекса. Это, опять же, таки совсем немного не дотягивает. Там прям совсем чуть-чуть. Нет, нет, так я не хочу. Так, нет. Нам дают сейчас два фроста, еще и добавляют артик оленя. А, это он за шадла. Блин, ну что ж такое? Нет. На вид оно такое неплохое, но на самом деле, если посмотреть по ценам, по валютам, то мы немножечко все равно уходим в минус. Шадла я давать не хочу. Не, ну я пишу в чате трейд бет дракон. Они мне кидают трейд и предлагают предложение за шадла. Вы что? А дальше трейд. Тут у нас сова, потом еще мега сова, томс тонн и такие добавки. Нет, это мало. Не, ребят, но я точно знаю, то, что за бета могут дать два фроста. Даже, возможно, с добавкой, потому что, ну, два фроста это у нас две валюты, плюс какая-то добавка нам еще на остаток. Бет на данный момент, на данный момент, я просто не знаю, как он дальше будет цениться. Возможно, он упадет в цене, возможно, он повысится. Я говорю только на данный момент. Он у нас оценивается в 2.35 валюты. Поэтому, если два фроста, то это мы немножечко все равно в минус уходим. Но мы же все равно не можем гарантировать то, что бета не упадет в цене. Ну, мне лично хотелось бы, чтобы он не падал в цене, а наоборот, повышался. Мега корова, мега черепаха, флэйрайт ворон. Ребята, начало тут такое, крутое, мне очень нравится. Это мне сейчас дает в 2.25, но куда последние 15 ушли? Ребята, это был хороший трейд, но там совсем чуть-чуть можно было еще добавить, чтобы был хотя бы равноценный. Совсем немножечко, потому что то, что он не давал, 2.25 валют, то есть последние 15 уже куда-то уплыли. Фрост, Эвил, неоновые легендарки. Опять же, мы увидели больше, поэтому no. Нам сейчас предлагают Шадл, и он согласен, но Шадл сейчас оценивается немного меньше, чем бет. Ну, а добавки здесь легендарочки обычные самые. Он кидает. Ну, блин, ребят, нет. Ну, я не знаю, мне ради интереса, хочется увидеть, согласится ли он во втором трейде. Он согласен во втором трейде. Блин, прости, пожалуйста, что отменила, дала надежду, но мне просто было интересно. Первый раз мне Шадл с добавками предложили за бета. Так, ребята, здесь у нас Кэнди Пушка вместе с Мега Золотой Крысой, но это тоже мало. Да, это даже меньше всего, что нам предлагали. Это следующий трейд. Здесь у нас нену Попугай, Мега Питомец, и такая прикольная неон Кенгуру, которую я очень люблю, но тоже нет. Нам также давали больше, поэтому я не согласилась. Ребята, короче, следующий трейд. Здесь у нас Фрост, такие добавки, ну, мало-мало, нам больше опять-таки давали. Как будто бы все ниже и ниже идут, но надеюсь, еще будет какой-то выстрел, возможно. Серваки крутые, а что-то предлагать им что-то прям хорошее не хотят, представляете? Ну, не хотят никак. Ребята, вот это да! Вы просто посмотрите, бутерброд дают. Бутерброд, понимаете? Это идеально просто, конечно, я буду согласна, это просто неимоверно. Ну, что это за добавки к Фросту? Это очень мало. Ну, если бы хорошее что-то там, ну, два Фроста нам давали уже. Шадла давали, а тут Фрост с такими мелкими добавками, ну, вообще. Только приняла следующий трейд, тут уже у нас есть, значит, попугай, Эвил, Ворон, еще такие добавки. Не, ну, тут вообще оловские питомцы, мне нравится, такой сбор у них. Здесь у нас тоже недоплата идет, здесь для меня невыгодный трейд. Нет, нет, так не хочу. Что ж, ребята, все, мы закончили смотреть трейды на Бета. Где его глаза? Что это было только что? В общем, да, мы закончили смотреть на него предложения. В принципе, знаете, в принципе, они были такие неплохие. Очень часто нам давали реально прикольных питомцев. Я его с самого начала затрейдить ни на что не хотела, потому что я его долго добивалась, я его долго хотела, можно даже так сказать, поэтому отдавать его я не была намерена. Что ж, ребята, на этом наше видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, также заходить в мой телеграм-канал. Всех люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok